Сегодня я хочу тебе рассказать, как я приехал на фронт, как меня там приняли. В апреле месяце мы сдали зачеты в арт-училище, которое находилось в Ториуме в Фергане, в Узбекистане. И четверо распределили нас по фронтам. Четверо нас, товарищи, кстати, все фамилии Ноже. Жилин, Жиров и еще двое. Мы на Брянский фронт ехали своим хозом через Москву, где я зашел к родственникам. Ночь ночевали на строящейся станции Павелецкое внизу, внутри. И потом поездом до города Гильца. Там был штаб фронта. Оттуда направили нас в Ливны. А под Ливнами стояла как раз в обороне наша дивизия, 132-я. Явился я в землянку командира батареи. И там был комиссар. Я руки пошел, как полагается, доложил по-военному, что прибыл для продолжения службы. На должность командира взвода. И они вместо того, чтобы мне что-то сказать, сядь или что, вопросы задавать, они сразу начали страшно ругаться. Дело в том, что у них забрали лучшего командира взвода куда-то на повышение, а меня на его место. И главный смысл их возмущения в адрес вышестоящего начальника заключался в том, что как раз командир батареи говорит, вот, мы воспитываем, хороших командиров у нас забирают, а присылают в детский сад, с кем мы воевать будем. А мне так страшно было. У меня так-то от страха коленки дрожали. Потом повел меня командир батареи во взвод, представил. Ребята, конечно, там люди, солдаты смотрели на меня, ну, как сказать, с интересом, и тоже, наверное, были расстроены. Мальчишка приехал, который еще не бреется, будет командовать ими. Ну, дело в том, когда представил меня командир батареи, сказал, ну, а теперь сам знакомься. И я начал знакомиться. Прежде всего я рассказал о себе, о своей жизни, и как я дошел до, вот, до чина младшего лейтенанта и прибыл на фронт. Вот, что мне помогло освоиться? Это то, что я учился не в школе, а в педучилище после седьмого класса, три года, и проработал год учителем в сельской школе. Мне приходилось общаться с родителями, с председателями колхозов. Там я был секретарем сельской комсомольской организации. Каждую неделю в райком комсомола вызывали. Так что я немножко познал жизнь. И вот я довольно быстро сошелся с подчиненными, потому что, в чем трудность была, там были подчиненные от 18 лет и до 45. Один рядовой был с седыми висками. Он мне как-то приглянулся больше других, потому что я знал, что я с ним найду общий язык. Он, оказывается, наш дивизит формировался на Украине, и в основном украинцы были. Он был директором крупного совхоза на Украине. Командир первого орудия был председателем сельсовета на Украине. И вот, постепенно, начиная с них, я и познакомился с личным составом. Поселили меня в блиндаже, где был мой предшественник. Я познакомился с командиром второго взвода. Он уже воевал. Образование у него было 4 класса. Петя Антипкин. Ну, я с ним нашел общий язык, и он очень мне помог своими рассказами о войне, о боях. И его ребята через моих ребят познакомились со мной. И так что я общался и с командиром, и с подчиненным первого взвода. Мой это был второй взвод. Вот. И таким образом я освоился с ними и приступил к исполнению своих обязанностей. Спасибо. Спасибо.